Новость о морской сенсации С ракушками и водорослями занесенный илом корпус судна не слишком выделяется на морском дне. Но эта часть истории и значимая. Крейсер Дмитрий Донской покоился на дне Японского моря больше сотни лет. Чтобы добраться до большой глубины и рассмотреть все в подробностях, корейские специалисты на батискафах погружаются под воду. На поиске русского крейсера корейцы потратили несколько лет и теперь хотят поднять корабль. Причина не только любовь к истории. Считается, что на борту Донского хранится клад, имперское золото, стоимостью в миллиарды современных долларов. В публикациях центральной прессы уже развенчивался этот миф. С подачи неких исследователей Дмитрия Донского уже давно окружает золотой ореол. Настойчиво муссируется версия, что накануне Цусимского сражения на Донского было свезено содержимое денежных сундуков со всех других кораблей эскадры, а кроме того, с одного из транспортов на крейсер привезли золотой запас, направляемый из Петербурга на Дальний Восток. В различных корейских и японских источниках можно даже обнаружить называемые экспертами оценки от 125 миллионов до 200 с лишним миллиардов нынешних долларов. Никаких официальных документов, подтверждающих золотую историю, нет. Однако корейцы уже придумали, как распорядиться ненайденным кладом. Миллиарды хотят направить на развитие туризма и еще немного на музей. Ведь история Дмитрия Донского – одна из самых ярких и героических частей Цусимского сражения. Тогда, в ходе русско-японской войны, крейсер совершил сразу несколько подвигов. Живым щитом закрыл крейсер «Аврора», который потерял управление. После шквальных ударов даже сумел уйти, но на второй день его догнали сразу шесть японских крейсеров. Экипажу предложили сдаться, мол, ваше командование давно в плену, но Дмитрий Донской ответил огнем. Этой истории посвящают документальные фильмы. Если судно спустя сотню лет все-таки поднимут на поверхность и в трюмах действительно найдут золото, то Российская Федерация, как правоприемница Российской империи, сможет претендовать на получение сокровищ. Кроме того, в российской МИДе считают, что поскольку вместе с кораблем под воду ушли и несколько десятков погибших моряков, это место следует считать воинским захоронением. Однако есть мнение, что история про золото полная чепуха. И в то время многие расчеты велись безналично, и не было никакой нужды вести с собой целый клад. К тому же корабль Дмитрий Донской был старым и неподходящим для такого груза. Я абсолютно убеждал, что это сказка для любителей кладов. Ну, до этого один японский бизнесмен такую же создавал информацию, распространял по поводу другого корабля, второй Тихоокеанской эскадры, крейсера «Адмирал Нахимов», который затонул около острова Сусима в этом же сражении. То есть, что якобы на нем было золото и платина, и даже демонстрировал под видеокамеры найденные слитки платиновые. Но эта информация оказалась, как сейчас принято говорить, фейковой. То есть, никакого золота на корабле не было. А всем зрителям программы «Морское собрание» желаем помнить и чтить нашу военно-морскую историю и традиционное «Семь футов под Килем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова